линдор по новой товарищ господарство так у нас сегодня редкий гость в моем канале бмв я про эти машины рассказываю мало честно говоря как бренд бмв я не люблю я уже рассказывал предыдущем ролике с этим автомобилем что для меня именно в нашем регионе такой немножко агрессивный бренд про который такой именно не очень хороший идет бэкграунд до сих пор я понимаю что 90 давно закончились но тем не менее отношения людей к этому автомобилю отношения вот рядом машины водители в потоке она все-таки такое еще осталось от немножко негативно отрезательно и я лично себя в этой машине плохо представляю вот за рулем мнение единственный случай когда мнение окружающих для меня важно и собственно из-за этого и отчасти из-за этого я не сильно заморачиваюсь тестами этих автомобилей но сегодня машина интересная по двум причинам мне в этой машине очень интересен ее двигатель это первое и второе мне хочется рассказать о чем в принципе одно интересное наблюдение за автомобилями этого бренда за бмв в частности которая двигается вот в сторону очень серьезного комфортно самом деле это странно потому что ассоциация опять же те самые с 90-х еще у наших людей что это очень дорогой автомобиль что это машина заднеприводная для того чтобы отжигать раздавать угла все очень сильно поменялось и про это хочется поговорить сегодня ну и двигатель как я говорил здесь стоит дизельный мотор это машина 17 года уже последний g30 поколение актуально создана на основном на базе семерки пошла унификация у них тоже про это тоже будем говорить и мотор сегодня б 47 двухлитровый дизель короче просто спорт комплектация но смысле я к чему хотел сказать что это не самая-самая пустая версия потому что 520 обычно были на механике вот самые-самые базовые комплектации по салону такую ничь в рот edition здесь все-таки немножко более продвинутая версия но именно мотор не интересен вообще честно скажу по последним поколениям этих автомобилей в плане двигателей было все очень грустно нет они конечно хорошие они конечно валят но недолго особенно бензиновой версии братьев вообще я лично категорически не рекомендую здесь есть двухлитровый вариант и по сути трехлитровый вариант все то есть это все остальные варианты на накручены относительно этих базовых моторов относительно них раздуты и собственно самый вообще продвинутый вариант на мой лично взгляд на мой взгляд это просто взять скажем так именно базовый мотор именно дизель двухлитровый потому что он на самом деле именно как дизель самый удачных получился я считаю да без лишних понтов без лишних усложнений и при этом неплохо есть как бы там ни говорили машину сильно облегчали по этому говорить подробнее машину сильно пытались улучшить плане ее каких-то весовых и удельно мощностных характеристик и это в принципе для этого мотора только в плюс потому что его более чем достаточно и самое интересное что несмотря на эту длинную она же подросла она что на базе семерка создана не царя на эту длинную огромную баржу эта машина едет с расходом порядка трех с половиной трех и семи литров на сотку что на самом деле кому-то взрывает мозг ну да это в идеальных условиях понятно что достичь это не так просто тем не менее расход очень радует и при этом динамика мы с ним померяем но динамика тоже очень даже неплохая на самом деле для большинства автомобилей в потоке она даже недостижимая сказал давайте подробнее чуть становится про мотор потому что здесь можно много разговаривать мотор уже скажем так логическое развитие предыдущего n47 двигателя если вы помните было очень много историй с цель с цепями что цепи здесь слабые цепи рвутся но не здесь а в n47 была такая история в первых версиях действительно все было плохо но в отличие от концерна вак бмв работать над косяками и здесь были радикальные прямо изменения в плане цепей во первых переделали весь натяжной механизм изменили башмаки во вторых даже сдвигали положение тнвд чтобы уменьшить пульсирующие ударные нагрузки на цепь и в принципе это дало результат цепь работает нормально но почему цепи боятся что такое цепь но поменял и поехал на самом деле ресурс у нее примерно такой же как у ремня но проблема заключается в том что здесь цепь расположена сзади двигателя чтобы его менять надо мотор достать поэтому конечно эта проблема была у всех на слуху все от нее немножечко возмущались то что это во первых не 2 копейки стоило как на классической машине эта проблемка но сразу скажу что это в этой машине это вообще никого не особо уже не волнует это было действительно переработано исправлено здесь вылезла другая проблема проблема с рециркуляцией выхлопных газов система игр которую мы привыкли называть но она здесь называется уже не егэр а агэр во первых во вторых она уже гораздо глубже интегрирована в сам двигатель и если говорить про эти моторы то малой кровью в ваще принципе отрезать как-то выкинуть вместе с ржевиком уже не получится то есть это уже очень тесно это играет система автомобиль этот мотор нормально без системы работать не будет появится стрекот появится перегрев появится неадекватная работа двигателя на низких оборотах жесткая звенящая такая работа это на самом деле система просто настолько тесно сейчас сплетена с мотором и в принципе на самом деле как бы странно звучало дел ролик на эту тему отдельно технически вот эта система на самом деле продляет его ресурс но здесь вышел костячок небольшой во первых сам коллектор получился не очень удачный вот клапана эти пропускали или клинили или забивались короче бы было много на них нареканий плюс в корее даже был такая рекламация бмв не то чтобы признала но я так понял что-то там все-таки меняла под эту тему что возможно были даже возгорание при клине этого клапана при протечках охлаждающей жидкости как ручки при каких-то странных течениях обстоятельств корейцы надумали что это может как-то загореться может кто-то и загорелась даже ну вот с этим основные проблемы этого двигателя и связаны причем это усугубляется но в нашем регионе лад у нас солярка более ничего на самом деле было много переоснащение нпз у нас все это работает хорошо но в российском регионе когда цитановое число в дизельного топлива низкая особенно зимой бывает когда делают арктические виды топлива цитам приходится снижать вот и это как раз приводит к повышенному сам саже образованию потому что канал игр забивается сажа это все смешно с парами масла все это облепляет вот этот вот впускной коллектору все эти каналы это системы агр да и клапан клинит надо чистить и мыть и в регионах где цитановый индекс очень низкий 50000 при это уже такой пограничный пробег на котором это с тем надо мыть в нашем регионе 150 как показать практика 150 тысяч ну 100 ладно 100 100 тысяч эти системы ходят без проблем и только после этого пробега надо посмотреть помыть что-то почистить хотя мне вот ребята знакомые которые ездят нас заправляются исключительно заправках с канистр всякого левака не заливают и у них вот 100000 ребята разбирали оказалось все чисто все в порядке ну вот такой вот специфика регионов хотя есть отзывы что даже в европе бывали с ними тоже проблемы несмотря на указал тоже какое там качество солярки тем не менее проблем все-таки надо признать существует именно на этих моторах на б-47 в остальном очень хороший двигатель вот честно скажу по сравнению с тем гемором как который есть у бензиновых моторов этого бренда когда уже где-то к 50 70 тысяч мотора практически не остается когда постоянные перегревы геморс пьезо геморс распылителями геморс форсунками геморс со всеми патрубками и так далее поршневая тоже начинает жрать масло это это большие проблемы у тех двигателей у бензиновых с дизелями первая проблема я уже сказал где-то сто сто пятьдесят тысяч надо посмотреть что там с коллекторами промыть их но можем действительно уже поглядывать на цепь но это совсем разные порядки и пробеги на которые нужно царить на эту машину в целом один из очень удачных двигателей и я скажу честно из европейских дизельных моторов наверное один из первых кандидатов на покупку даже лично себе бы смотрел но вот только что бренд немножко подвел это конечно меня лично отталкивает хотя признаюсь честно мотор очень хороший детские болячки пока еще присутствует но как это бывает часто они очень старательно это дело выпиливают исправляют в отличие от опять же концерна вак который часто вообще ничего не меняет моторах и впаривать людям всякую лажу на формах дальше коробка восьмиступенчатый zf но здесь все просто коробка очень уже известная давно стоит ставится везде и много на многих автомобилях тоже очень удачная тоже беспроблемная коробка причем они настолько вылезали что она практически как dsg по скорости переключения по крайней мере они то декларируют и но это во первых хорошо да для динамичного разгона это хорошо но для ресурса не очень то есть очень ранние блокировки достигается именно за счет ранних блокировок гидротрансформатора приводит тому что этот гидротранс своей пылью забивает во первых всю плиту гидроблока во вторых сам по себе изнашивается но если вы очень агрессивный водитель скажем так не надо ждать пока он развалится где-то сто сто пятьдесят тысяч опять же такой же пограничный пробег надо пересыпать бублик практически как регламентная работа и наверное все с этим то есть замена масла но действительно сам zf бы вы говорит что этого коробка не обслуживаемая сам zf говорит 60 тысяч странный момент но бы вы как обычно считает что срок гарантия но отбегает может они и правы но zf говорит 50 60 тысяч надо менять масло ну 60 окей ну и как блокировка гидротранса она тоже выходит из строя надо будет поменять коробка в остальном очень удачная действительно едет быстро и действительно едет хорошо толчки проблемы опять же только когда у вас вся плита заросла пылью от фрикционов гидротранса вот вы вовремя не поменяли масло это уже да это уже может убивать все остальное с этим уже тяжело будет бороться но лучше это все делать превентивные заранее что еще рассказать давайте поговорим про эту платформу потому что платформа уже от семерки они унифицировали самое главное что они пытались сделать в этой машине это все крутилось вокруг плавности хода и снижения веса этого автомобиля первое что они сделали это снижение неподрессоренных масс все знают эту историю что в этом уже поколении и семерка тоже g11 они перешли на другую ступицу 5 на 112 чем это было связано тоже все эту историю хорошо знают вы это очень как бы продвигает афиширует всячески во всех своих маркетинговых материалов это рисует они просто начали отрезать лишний лишний металл на на всех неподрессоренных массах облегчать рычаг облегчать саму эту маленькую ступицу она уже стала не круглая вырезы вокруг этих вот отверстий под гаечки все это максимально попытались покоцать чтобы снизить вес получилось неплохо и ступица из-за этого ну честно говоря немножко скептически отношусь потому что все таки колеса и стоит большие вылеты очень агрессивные с традиционного этого бренда вот этот вот драйв управляемость за счет чего он достигается потому что у них всегда агрессивные вылеты по дискам всегда очень достаточно большое плечо обката это чувствуется на руле очень острые очень управляемый автомобиль фокус очень примитивный на самом деле но работает работает до сих пор почему остальные так не делают не сказать трудно но здесь вот прямо вот из завода производитель так вот закладывает на самом деле наверное это правильно вот снизили диаметр по сути вот этих вот болтиков это снижает увеличивает точнее нагрузки снижает немножко рычаг я не знаю но они посчитали что работает ну пускай возможно и работает с большими очень тяжелыми колесами короче не экспериментируйте ребята можем чревато и вообще вся эта идея заключается в том что надо ставить ковку чтобы максимально вот подчеркнуть и использовать вот эти вот идеи баварцев вот их технический гений чтобы его только улучшить как бы пользоваться на максимум тяжелые диски ставить сюда уже по этой причине не стоит просто все испортите что задумали инженеры следующий момент который они работали это вообще весь весь автомобиль я почему-то даже не тыркаю эту машину своим толщиномером потому что я хотел на самом деле показать что покраску этого автомобиля достаточно неплохая но здесь все уже из алюминий то есть все крылья капот крыша это все уже алюминий мы уже даже ничего не померяем снижение веса здесь по всем фронтам эта машина весит сухая масса для пятерки это такого не было никогда обычно то вес стройки она весит полторы тонны 1500 что-то 60 1580 я боюсь ошибиться по сути сами в каталогах короче меньше чем чем-то на 600 она весит именно тут эта версия с двухлитровым дизелем если брать x-drive это задний привод чисто задний да да вот если брать x-drive версию она будет тяжелее и такой такой себе удовольствие потому что там есть проблему x-drive редуктора у них слабые на самом деле ланчами и очень агрессивными стартами эта система x-drive умирает очень быстро вот поэтому если вы берете классические классическую пятерочку на заднем приводе на наверное это даже правильно будет ехать на будет быстрее как это ни странно если есть зацеп точно будет быстрее ускоряться то что полный привод сжирает мощность вот ну и по надежности от только в плюс потому что всегда на вот этих изначально концепции заднеприводного автомобиля с продольным с положением моторов коробки полный привод это немножечко такой костыль особенно в легковом вот этом классе это все немножко там через жопу через раком это все прикручено это неправильно я на самом деле кикс-драйвом вот в этой концепции отношусь не очень положительно даже скорее отрицательно хотите полномерен автомобиль смотрите либо паркет либо что-то изначально от передней привода с прикручены муфты назад это будет концептуально более правильное решение здесь же задние и не дурите голову берите задние это правильно это больше драйва и удовольствие по мотору коробки ходовки вкратце рассказал наверно доехать так ребят ну что давайте поедем будем рассказывать в эту машину уже в движении потому что на самом деле все самое главное в этих автомобилях это именно в движении и первое что хочет начать рассказывать на самом деле это немножко вспомнить историю вспомнить тридцать девятую вспомнить сорок шестую потому что то что вот даже вот я еду сейчас по брусчатке даже здесь уже понятно о чем это машина и все началось именно с 39 46 сказать что предыдущие там те же там 34 они были достаточно такими жесткими про спорт как это принято говорить спортивными автомобилями они были про именно ближе к трековым таким дисциплинам про трассу и начиная с 39 бмв развернулась полностью на 180 градусов потом был немножечко откат следующее поколение но 30 если помните была очень мягкой комфортной бмв 46 вместе и тут как бы можно говорить что это маркетинг можно говорить что это законы рынка можно оценивать по разному но объемы продаж потому что 46 была самой продаваемой тройкой 39 одна из самых ну не скажем так не самого там с пятеркой был не совсем так но тем не менее продажи были просто офигенные машина получилась настолько приятное управление что эти автомобили начали покупать не только гики которые вот любят там драйв задний привод вот это все это раздавать бачком до 39 46 начали покупать в том числе благодаря тому что это были просто очень комфортные daily car получить такую плавность хода но это во-первых многих даже немножко шокировала потому что бмв этого никто не ожидал угловая жесткость стала немножечко меньше жесткость пружины жесткой в подвеске все это было скажем так очень гражданским очень приятным и очень понравилось между прочим девушкам потому что тоже 46 выкупалась именно ими в первую очередь это была сверх популярная машина именно среди женского пола и именно продажи именно то что машина пользовалась огромным спросом вообще в принципе у всех обе машины 39 46 именно это и сформулировала то что сейчас имеем и вот ну это да давно уже g11 g30 который мы сейчас едем да вот это одна платформа и предыдущие эфки то же самое было это все были очень мягкие машины и если еду сейчас вот я просто честно скажу я вот в этом классе в е-классе я я затрудняюсь найти более комфортный автомобиль при этом это заднеприводный при этом это очень по-прежнему острые точные автомобили ну да он мягкий да на нем по треку дубасить не очень получится на самом деле но то что мы имеем сейчас это я не знаю ну что-то из переднего привода можно придумать тоже камри последнего поколения тоже очень комфортная мягкая допустим но все равно вот эта машина она еще дает шумоизоляция да ребята то есть эта машина еще вокруг шумоизоляция здесь чуть-чуть слегка давайте я покажу шелестят шины но она еще блин че здесь обычные окна здесь не двойные окна как там у мэр совауди здесь все обычно все стандартное мы едем 60 км в час так чест перестроить только извините немножечко пошумим вот сейчас у нас ты как подскакивает на средний уровень шума порядка 55 56 децибел что ну ребята это реально очень тихо сравнивая что вы понимали какой-нибудь б бюджетный класс если говорить так то там будет по под 70 а это в два раза разница даже больше вы чё это 55 это 60 в два раза 70 это блин четыре раза громче короче капец она реально очень тихая то есть это реально вот уже премиум если мы сравниваем по комфорту подвески на можем что-то найти то по совокупности этих характеристик не найдем ничего и я лично это понимаю потому что у этого бренда если вы хотите взять машину про спорт если вы хотите взять машину про трек у них есть м настоящие вот м3 м5 и проще да то есть это реально про трек машина они будут реально жесткие дубовы то что вы хотите то что вы любите при этом обычные мы не берем сейчас там там какие минусы там 535 м до м перформанс пакеты которые дают просто внешку именно я говорю про настоящие в эмке но все остальные они именно для обычного обычного человека который где-то рядом считает себя приобщенным к спорту считают что у него действительно управляют на берем он едет точно нет вопросов но это именно комфорт первую очередь они поняли они развели они развели спорт для спортсменов и гиков которых мало они продают именно лимитированная серия за дорого я считаю это правильно абсолютно подход для всех остальных идет просто удобный приятный хорошо настроенный автомобиль так и надо действовать это именно так и работает потому что если мы сравнивать с конкурентами берем концерн вак берем любую там а шестую допустим да еще хорошо наедет любая а 6 это такая пережёсткая машина в принципе то есть вот концерн вак удался в зубодробительную жесткость она машина самом деле для трека в чем прикол да по сравнению с настоящими н коми для трека жесткости volkswagen мало то есть те машины более-менее едут на трассе на высоких скоростях согласен но для трека это ни о чем для трека нужно совсем другие по угловые жесткости жесткости то есть тут тут у зубодробительность городе которую получаете от audi она ни о чем в городе это некомфортно в городе это плохо в городе это слишком жестко вот при этом на треке это плохо тоже то есть получаете машина говно везде бмв решили просто этого не делать они сделали реально мягкий автомобиль для большинства потребителей и это работает это показывает именно объем продаж причем прикол сейчас понимаете когда вы хотите купить в этом классе мягкие комфортные автомобили подразумеваете что нам наверно посмотреть комфорт тире mercedes посмотреть этот трех лучевую звезду фигушки ребята мэр стал жесткий дубовый и на нем ездить стало некомфортно совершенно если вы хотите мягкую автомобиль для города передвигаться точки а точку б вот и тем более вот с этим мотором выезжали вот и тем более вот с этим мотором когда в принципе динамики в принципе достаточно и этот мотор не перегружает это шасси вот она не кажется каким-то излишне ватным самое то понятно что если у вас топовой версии но опять же берите сразу мку не дурите голову я считаю что наиболее правильный вариант это выбирать либо простую автомобиль простую версию может быть какими-то приятными для вас нужными фишками по салону либо уже сразу смотреть туда вот в эти вот м power и мне кажется так и принципе нас к этому и подталкивает этот бренд потому что именно так они пытаются позиционировать себя я не понимаю сам mercedes потому что у них тоже есть им же и они тоже могли бы сделать комфортные машины для каждого не ваза простые серийные там простые вочные версии и вот именно им же версии сделать такие прямо ultimate для спорта ну вот они почему-то все сделали жестким я не знаю я это вот не понимаю совершенно вот едем по не очень хорошей дороге здесь достаточно разбитый горбатый асфальт но есть немножко вот отдает такая вот шасси замещается именно собранным но при этом все равно комфортным и мягким ztf да прекрасно практически без задержек он успел скинуть две полу или даже три передачи ну может какая-то минимальная после dsg возможно вам покажется что-то было вечность для меня это абсолютно адекватное вот время задержки я понимаю что это автомат я понимаю что чуть-чуть все-таки должен скинуться восьмиступенчатый он ехал на восьмой скинулся на четвертую или пятую разгон 0100 во-первых у нас как обычно вы бокс спорт к нему вот этот планшетик я все куда-нибудь попытаюсь на руках подержу ну чё попробуем с двух педалей у нас режим спорт режим с я все перевел немножко подкачаем турбинку и попробуем разгон 0100 но такая динамика прямо не ураган резину не свернула с места 8 ровно еще раз повторюсь поскольку это у нас обычный гидротранс то принципе гидротранс можно ланчевать вручную как бы с двух педалей это нормально нет здесь никаких проблем это не вариатор это не робот на роботе принципе теоретически если это заложено именно программа то тоже это допустимо но скажем так нежелательно и в обратную сторону сейчас может она немножко одумается раскачается то же самое с двух педалей ну 796 что в принципе для базового мотора я считаю более чем нормально никакого там экстрима нету да ребят ну и что вы понимали крат кратик я скажу что произошло первых еще повторюсь это вебок спорт 20 герцовый сенсор планшетик телефончик это просто как отображение информация отсюда по bluetooth потому что вот эти приборы уже профессиональные для опять же для атоспорта и там экран не предусматривается он там собственно и не нужен ну планшет нужен чтобы это вам было удобно видеть сразу по поводу динамики паспорт 7 из 7 мы проехали высокие скажем так 7 почти 8 в одну сторону даже 8 было но повторюсь еще раз 8 секунд до 100 в городе но это такой абсолютно достаточный уровень динамики разгона это сто процентов быстрее любого там какого-то бюджетного кредитного автомобиля обычного стандартного переднеприводного и на самом деле в потоке абсолютно в любой ситуации можно избежать там каких-то осложнений уехать куда-то уйти от чего-то и так далее так далее а теперь собственно самое интересное в этой машине мы выехали на трассу где в принципе нас беларуси разрешен достаточно высокий скоростной режим давайте прокажу про что этот автомобиль на самом деле потому что вот здесь проявляется самая главная суть этой машины то есть скорость во первых практически не ощущается только по возрастающему уровню шума мы начинаем понимать что мы едем очень быстро она реально стабильная она стелется по дороге прижимается к дороге и вот этот мягкость которая в городе кажется как же на поедет на высокой скорости ребята она отлично едет на высокой скорости нет никакой необходимости зажимать подвески нет никакой необходимости делать машину зуботропительно жесткой чтобы реально вот с комфортом ехать быстро по трассам эта машина наглядно демонстрирует то что можно ехать быстро и можно ехать быстро без проблем даже с мягкими подвесками и самое интересное в движении по трассе на этой машине заключается в том ребята что при этом расход но просто какой-то смешной я включу эко режим чтобы посмотреть сколько у нас показа то что тут прямо экономайзер на огромный на панели мы шарашим достаточно быстро я даже не буду озвучивать эти цифры немножко стесняюсь скажем так не надо так делать тем не менее расход на тоской скорости порядка шести с половиной литров она святым духом едет понимаете если поставлю круиз и выставлю около 90 километров в час мы увидим цифру 4 а можем даже из нее и выйдем одним пальцем роль но понятно это задний привод много можно говорить о том что каждое колеса заниматься даже своим делом но это так и работает да то есть если мы хотим понятную обратную связь если мы хотим а точную управляемость если мы хотим стабильность на трассе вот так и работ потому что сзади пяти рычажная подвеска спереди на двух образных рычагах причем вы видите эту подвеску на сука там блин космическая форма этих рычагов то есть там облегчено первых до предела да но при этом без потери реально ее надежности и это все дает во-первых а комфорт тот самый комфорт на который начал по братью облегченные неподрессоренные массы про вес этого автомобиля про то что там срезали со ступиц вот оно все здесь выливается мы здесь это чувствуем когда у вас неподрессоренная масса не отдаются вот этими паразитами вибрации просто после проезда вот какого-нибудь вот не знаю шумовой полосы вот это вот она абсолютно стабильно и комфорт просто идеально вот всех пугает я не я боюсь брать типа мягкую потому что трассе это будет овощ на котором страшно будет поворачивать и ехать да нет проблем ребят нет проблем я не буду говорить сколько части пошагаю но поверьте достаточно быстро и идеальный машина едем дугу какие проблем да никаких проблем я немножко продаю подрезаю конечно потому что скорость таки высокая но тем не менее абсолютно стабильный автомобиль жалко что не шили такой поганый жалко что у него такая репутация черт побери я бы взял такую машину себе однозначно ну правда я бы взял туринг универсал смысле да там бы еще сзади было этот волшебная самая регулирующая подвеска но и до семьи в принципе туринг был конечно бы интересней хотя наверно в калининграде он не собирается но давайте подводить итоги что мы здесь получили что мы имеем да ребят не машина очень понравилась как-то не странно звучит как бы я не относился вот к этому шильдику к этому логотипу как бы я себя не мог лично приставить этом автомобиля я се из-за этого наверно такой там бесит не куплю как бы хорошим не было тем не менее отличный просто очень хороший и даже вот могу сейчас сказать всех бомбила с предыдущего теста рафика когда я сказал что тоже машина очень хороша здесь в то же самое ребят только потому что эта машина очень хорошо именно едет ощущение от движения ощущение от того что вы чувствуете когда вы передвигаете автомобиль они они просто впечатляют они цепляют понимаете меня зацепил рафик своим комфортным мягким передвижением тем что он хорошо при этом управлялся то же самое здесь эта машина очень хороша в городе очень хорошо на трассе очень хорошо реагирует на руль с нормальной динамикой не ураган конечно но ее более чем в городе на самом деле не машин не нравится понимаете мне такие машины реально очень нравится потому что среди вот этих перри жестких табуреток которые сейчас продаются вокруг нас ну трудно эти вот настолько комфортно мягкие приятные автомобили я устал от жестких машин и меня не нравится я сам дан по трек хочется конечно что то другое но то что вы получаете от того же вага это это ни о чем на треке это барахло в любом случае то плохо везде это говно везде на треке говно и в городе говно на трассе говно вот что должно быть автомобиль вот так должны быть хороший правильный автомобиль и знаете что вот человек когда выбирает мягкий автомобиль как-то по инерции часто смотрят на mercedes и считается что такой имидж да что хочешь купить мягкий комфортный такой немножко пенсионерский автомобиль надо покупать ешку нет ребята надо покупать пятерку правильный mercedes сегодня это вот бмв g30 на платформе седьмой серии ну а на этому все до новых состретей до побачения слышит да смотри какие сборки да это тоже да это рекорда качество к качество теперь все